Тотальный диктант или как снова почувствовать себя школьником. В Петропавловске прошла международная акция по написанию диктантов. Участие приняли порядка 90 человек. Это и учащиеся школы, и студенты, и просто желающие проверить свой уровень знаний русского языка. Камни, ветер, река, огонь. Все это было для него люди. Текст диктанта для жителей всех стран один. В этот раз выбрали уроки экологии по Арсеньеву. Писатели и журналиста Василия Авченко. По словам Ангелины Лузановой, текст очень интересный и совсем не сложный. Девушка уверена, что напишет его на 5 баллов из 5. Я принимала участие впервые. И на самом деле от масштабов этого диктанта бегут мурашки. Потому что столько стран, столько городов принимают участие. И как будто бы я частичка чего-то важного. Мне показалось, что текст был не сложный. Самое главное, он был интересный и со смыслом. Было достаточно интересно писать его. Мои профильные предметы это русская литература. Я в целом обожаю читать. Я читаю очень много книг. В будущем Ангелина хочет стать учителем русского языка и литературы. И проводить такие мероприятия уже для своих учеников. В целом в нашем городе эта акция впервые проходит очно. До этого участвовать жители могли только онлайн. 38-летняя Динара Мухамеджанова пишет тотальный диктант уже пятый год подряд. В ее копилке сертификаты за отличные результаты. Первый раз я написала диктант в 2018 году на очной площадке в городе Алматы. Узнала тоже случайно. У меня племянница зарегистрировалась, пригласила меня. Я пришла первый раз, написала, мне очень понравилось. И поскольку в нашем городе долгое время не было очной площадки, мне диктант приходилось писать онлайн. Но когда вчера я узнала, что в нашем городе впервые появилась очная площадка, я, разумеется, не могла не удержаться, чтобы не прийти. Вообще я врач-кардиолог, но просто я люблю русский язык, я люблю русскую литературу, я очень много читаю. Такие мероприятия позволяют, так сказать, держать себя в тонусе в плане знаний, говорят организаторы. Проводить акцию в Петропавловске планируют ежегодно. Мы решились открыть в этом году только две площадки. Это непосредственно лицея Лорд и кафедра русского языка в СКУ. Цель этого диктанта – стимулировать интерес к чтению, к культуре, к грамотности в широком смысле этого слова. И давно замечено, что если ты пишешь тотальный диктант хотя бы три года подряд, то ты замечаешь, как совершенствуется твоя речь. Отличников тотального диктанта на торжественной линейке наградят сертификатами и подарят книги от русского дома в Астане. Результаты участники узнают после 13 апреля. Стоит отметить, что в этом году акция прошла масштабно. 19 часовых поясов, 6 континентов, более 40 стран и несколько тысяч желающих проверить свою грамотность. Писали диктант и шрифтом Брайля. Узнать больше об акции можно на сайте totaldict.ru Диана Салихова, Казбек Рыгбаев, МТРК